специально для военкора юрия котенка информационного агентства аналитической службы донбасса по боевой обстановке вот на данную минуту проходит обстрел донецка сейчас за окном очень слышно ежедневно происходят ожесточенные бои в основном это морепольское направление волновах уже полностью зачищен от противника в мариуполе противник огрызается идут городские бои то есть наши уже в город вошли уже вторые сутки как вот сегодня с утра началась подготовка по украинским позициям в родине национального пункта авгеевка это непосредственно близость донецку то есть это говорит о том что наши операции уже начинается наступательные действия начинаются на донецком направлении вот это не может не радовать посмотрим как будут по другим направлениям по донбассу как быстро захлопнется котел кроме того нужно понимать что успешные действия военно-космических сил российской федерации а также артиллерии нашей республики привели к тому что противника в зоне так называемые о с на донбассе для тех кто не знает не осталось практически горючих смазочных материалов из топлива а также некоторых видов боеприпасов уже начался большой дефицит это говорит о том что они уже не смогут эффективно маневрировать то есть вероятность того что они могут сняться со своих позиций и всей группировкой уйти к примеру невропетровск или запорожье или харьков для того чтобы усилить и организовать оборону этих городов областного значения уже не приходится кроме того что них нет топлива они также понимают что будучи не сильно маневренными легкой мишени по дороге значит они это делать не будут значит есть риск того что они попытаются всеми силами прорвать нашу оборону и зайти в донецк горловку для того чтобы закрепиться в этих городах в наших городах и уже отсюда проводить свои правительные действия наше командование конечно это понимает вот и меры к полу приняты потому что но даже обычные граждане многие задумываются просто карту посмотреть в принципе там риски понятно отдельно хотелось бы сказать по поводу смелости наших бойцов как и кадровых корпусных военнослужащих так и мобилизированных до мобилизированный наши кадровые воюют в очень тяжелых условиях особенно мобилизированных к сожалению туда но ребята ребята сражаются героически и не знаю столько эмоций действительно сильно героически пока мы как бы здесь отсиживаемся в тылу грубо говоря неважно такие задачи мы выполняем но в этой войне мы находимся за их спинами и мы должны будем всю жизнь быть и благодарны этим ребятам которые добывают выгрызают эту победу ценой своей крови своей жизни и 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